добрый день вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру с вами сергей прус смотрите сегодня выпуске построили за спасибо когда получат свои деньги работники кпд-1 операция аттракцион специалисты проверили качели ульяновских парках ульяновские экологи отметили профессиональный праздник и подвели итоги работы обновленному отделению детской хирургии городской клинической больницы номер один присвоено имя владимира козлова сегодня на четвертом этаже детского многопрофильного стационара городской клинической больницы номер один открылись два отделения после ремонта детской хирургии и медицинской реабилитации первому присвоены ими выдающегося ульяновского детского хирурга владимира козлова подробности в нашем сюжете в заволжье с 2019 года медицинская помощь для детей стала современнее и доступнее мальчишки и девчонки а также их родители с удовольствием приходят в детский многопрофильный стационар городской клинической больницы номер один к докторам на лечение то есть лечение очень хорошее после него никаких осложнений ничего не было то есть ребенку все помогло как бы даже пошли на поправку уже все вот такая атмосфера она благоприятно влияет на детей способствует быстрому выздоровлению ремонтные работы двух отделений продолжались около года на эти цели было потрачено 22 миллиона рублей в хирургии сделан ремонт в соответствии со стандартами федерального проекта бережливая поликлиника также закуплен комплекс нового современного оборудования которое позволяет качественно обследовать более двух тысяч маленьких пациентов в год в том отделении где мы находились раньше там уже особенно детям невозможно находиться детям нужны эмоции поэтому там практически конечно в отделении пришло такое состояние поэтому сегодня вот такой торжественный момент вы сами видите какое отделение какой ремонт сделали практически все поменяли и мебель и все и практически оборудование новые купили все что необходимое для работы новое отделение медицинской реабилитации соответствует всем стандартам приобретенная техника позволяет реализовать мульти дисциплинарный подход к реабилитации существенно расширить спектр проводимых процедур и сократить сроки восстановления пациентов наше учреждение на сегодняшний день принимает участие в четырех федеральных проектов из семи которые реализуются на региональном уровне это единый проект развития детского здравоохранения развитие первичной медико-санитарной помощи обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами и создание единого цифрового контура в день торжественного открытия случилось еще одно важное событие детскому хирургическому отделению городской клинической больницы номер один было присвоено имя выдающегося человека владимира борисовича козлова заслуженный врач российской федерации детский хирург высшей квалификационной категории не только первым стоял у истоков детской хирургии в ульяновской области но и внес неоценимый вклад в историю и развитие специализированной хирургической помощи детям региона как отметила вдова известнейшего врача он всегда говорил своим коллегам у врача руки не должны опережать голову от тысячи спасенных жизней это лучшая награда знаете владимир борисович был болен хирургией он все время говорил я ничего не умею делать я умею только оперировать и мои коллеги знают после операции для него самым трудным было писать историю болезни описывать все он лучше бы еще сделать несколько операций чем написать несколько историй болезни он действительно практически не отдыхал сегодня обновленная городская клиническая больница номер один значительно повышает качество профильной медпомощи для маленьких пациентов что важно для реализации национального проекта здравоохранения Наталья Чумаченко Руслан Баталов новости у правда ТВ без денег и без работы сотрудники строительной фирмы устали ждать чуда шли годы руководство компании тянуло время и сыпало обещаниями сегодня несколько десятков человек пришли на предприятие чтобы добиться справедливости за развитием ситуации наблюдал наш корреспондент без денег и без работы сотрудники КПД-1 устали ждать чуда шли годы руководство компании тянуло время и сыпало обещаниями сегодня несколько десятков человек пришли на территорию предприятия чтобы добиться справедливости в ожидании встречи с начальством специалиста поделились своими историями старший прораб Николай не видел зарплаты с августа 2018 до этого выплаты приходили с переменным успехом по его словам директор клялся и но все оставалось по-прежнему КПД-1 директор Фролов Виталий Борисович вот он как бы обещал нам расплатить еще в апреле что он типа не заложит свое имущество вот мы поверили ему прошел апрель прошел май Светлана Колодезенко проектирует знаменитую 75 серию инженеру с 30-летним стажем повезло больше перед новым годом ей пришла зарплата за июнь на этом все и закончилось дальше еще интереснее Светлану Геннадьевну и ее коллегу настойчиво попросили уволиться якобы для того чтобы рассчитать с момента увольнения прошел месяц а интеллектуальная элита денег так и не дождалась мы уволились то есть это даже было не наше желание и это было как говорится не по соглашению сторон мы уволились чтобы получить свои деньги нам не выплатили ни копейки бурные обсуждения проходили во дворе вставшего комбината далее работники отправились в актовый зал там их ждал первый зампред правительства Андрей Тюрин и министр строительства Алсуса Дреддинова также присутствовал Александр Мануйлов бизнесмен который контролирует группу КПД-1 коммерсант уверен в том что производство устарело и не может приносить должной прибыли вы можете понять что есть бизнес когда если у вас нету прибыли а только одни затраты это что такое почему я должен например вкладывать не получая денег обратно я понимаю да вы будете работать все это хорошо мы долги копируем кто за эти долги будет отдавать вы меня тоже поймите у всех собравшихся была своя печаль у рабочих отсутствие денег у мануйлова нерентабельное предприятие Андрей Тюрин был озадачен грядущей сделкой не так давно он вместе с главой минстроя провел переговоры с новым инвестором имя компании и суммы пока не разглашаются но если все срастется дома будут достроены а зарплаты выплачены провели переговоры на прошлой неделе вчера еще в михалов встречалась значит есть понимание о покупке этого участка и новый уже инвестор будет строить жилье значит этой суммы которая уже проведена оценка хватает для того чтобы расплатиться зарплаты и достроить еще там дом на панораму при удачном исходе переговоров сотрудники комбината получат половину суммы в ближайшие 10 дней остальные честно заработанные достанутся им в июле проблемная ситуация начала проясняться главное чтобы инвестор не передумал виктория черкова александр кудряшов новости ул правды тв у школьников начались каникулы и конечно первым делом бабушки и родители поведут детей в городские парки но безопасно ли качели карусели аттракционы проверяли спецведомства подробности в нашем сюжете вот и пришло долгожданное лето у самых маленьких начались каникулы и первое место куда бабушки и родители повели детей и внуков это городские парки но безопасно ли качели гостехнадзор министерства промышленности и транспорта проводит проверку под названием операция аттракцион в парках скверах и на игровых площадках проверки подлежат карусели колеса обозрения батуты водные аттракционы автодромы внимание уделяется всему техническая исправность соответствует эксплуатации требованиям гост и других нормативных документов сегодня можно с уверенностью сказать что подавляющее большинство этих сооружений в области безопасно те же нарушения что выявлены не являются грубыми или уже устранены уже вот за этот период по сегодняшний день составлено 20 актов несоответствия замечания небольшие они эксплуатанты стараются сразу их устранить после трагического случая в бурятии где надувной замок батут подняла ветром воздух вместе с детьми и бросила на асфальт отчего четверо детей получили черепно-мозговые травмы проверка идет еще более скрупулезно до середины июня непроверенных аттракционов в регионе не останется и ульяновские дети на аттракционах будут в полной безопасности совместная задача и собственников аттракционов и гостехнадзор обеспечить безопасными безаварийную эксплуатацию этих аттракционов в министерстве работает горячая линия по телефону 8 84 22 22 90 21 ульяновцы могут оставить свое обращение если вам показалось что батут или карусель плохо закреплены если вы увидели несмазанную цепную передачу звоните помните что ваша бдительность убережет ваших и чужих детей от травм павел половов александр кудряшов новостью правда тв сегодня в историком мемориальном центре музея гончарова прошел круглый стол посвященный дню эколога россии участники обсудили ряд важных вопросов касающихся состояния экологии в регионе подробности в нашем сюжете 5 июня общественники и чиновники собрались в малом зале музея гончарова чтобы поделиться экологическими успехами и проблемами в области за последний год в первую очередь докладчики обсудили итоги мониторинга состоянии окружающей среды по результатам наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в городе ульяновской и ульяновской области можно сказать что в целом у нас состояние благоприятное и за 2018 год по индексу загрязнения город ульяновск относится к уровню городу с низким уровнем загрязнения но все-таки локальное загрязнение атмосферного воздуха в отдельных районах города ульяновска и ульяновской области отмечаются участники заседания доложили о проблемных вопросах в первую очередь коснулись недоработки по реформе ткао это стихийные свалки и завышенные тарифы далее речь шла о нарушениях природоохранного законодательства незаконная вырубка деревьев загрязнения водоемов выброса вредных веществ в атмосферу и многое другое экологи стараются решать проблемы в том числе с помощью экологических акций и мероприятий так собери макулатуру сдай макулатуру накорми животных сдай макулатуру спаси дерево лишь малая часть из тех которые проводились в течение года мы очень бережно относимся к вторичным ресурсам стараемся чтобы все вторичные ресурсы шли на переработку очень много проводим мероприятий среди школьников учебных учреждений дошкольного возраста студенческих учебных учреждениях при поддержке местных властей запущено несколько проектов для улучшения природной обстановки и борьбы с экологическими проблемами так программа чистая вода и в дополнение к ней чистая волга созданы чтобы обеспечить населенные пункты региона чистой питьевой водой еще один проект направленный на борьбу с загрязнением природы разработка безотходных технологий которые минимизируют выброс промышленных отходов кроме этого в области работает экологическая палата это своеобразный проводник между властью и обществом члены палаты также анализируют закона об экологии предлагают решения уже имеющихся проблем и выдвигают предложения о проведении новых проектов наш храмический музей наконец-то обретет новую экспозицию новую современную экспозицию которая будет учитывать все новые достижения в сфере экологии у нас в ульянской области то есть мы там планируем отразить солнечного орла природной семьи ульянской области который к сожалению пока нет а или например новый национальный парк сангельевские горы который конечно там займет такую я думаю достаточно львиную долю в теме когда мы говорим об охране природы сегодня работа в регионах направлена на создание единой федеральной системы которая будет оценивать состояние окружающей среды регулировать и обеспечивать рациональное использование природного сырья повышать важность экологии для каждого человека наталья чумаченко руслан баталов новости ул правда тв в продолжение экологической темы ул правда тв запускает новую программу среда наша тема все то что нас окружает городские улицы лес бескрайние поля дороги первый выпуск посвящен блинной столице ульяновской области сингелею ул правда тв еще осенью прошлого года выезжала в этот населенный пункт по жалобе жителей который мешал дым с якобы закрытой городской свалки как развивается ситуация сегодня смотрите в первом выпуске программы среда который уже размещен на сайте ул правда точка ру а если вам есть что нам рассказать для следующих выпусках передачи то звоните в редакцию по телефону 30 17 70 история в лицах почему на панно знатные люди страны советов писатель алексей толстой стоит рядом с летчиком громовым музей пластова ответ искала наш корреспондент ирина антонова талантливо живописно реально красиво эти слова о картинах нашего современника яркого представителя русского реализма юрия панцирева в экспозицию его новой выставке вошло 111 работ выполненных в разное время это и портреты и натюрморты и великолепные цветочные композиции и пейзажи я действительно люблю писать а уже что у меня перед глазами это другой вопрос я буду писать то что то что мне нравится то что я люблю поэтому у меня очень много моя семья тут дети мои и жена моя и мои родственники и даже соседи есть как признается сам художник на его мировоззрение и творчество оказало большое влияние многолетнее тесное общение семьей народного художника ссср аркадия пластова с николаем николаевичем внуком пластова он познакомился в 1973 году они вместе учились московском художественном институте имени сурикова на факультете живописи в 1976 году юрий панцирев принимал участие в подготовке посмертной выставки аркадия пластова и сблизился с его семьей по рекомендации николай аркадьевич и сына пластова после окончания института был приглашен в ульяновск многие картины юрия панцирева написаны в прислонихи а цветы из сада пластовых и ближнего леса стали поводом для написания первых букетов приходя на выставки вот эти его натюрморты они вообще завораживали просто на просто честно говоря непонятно было как это вообще возможно руками сделать такое мне запомнилась допустим его работа чехов это работа которая была и на зональной выставке в чебоксарах наверное одна из первых таких серьезных работ вообще была прекрасная работа работы юрия панцирева были представлены более чем на восьмидесяти выставочных площадках россии и мира его картины хранятся в музеях ульяновска и торстана обнинском музее запасниках министерства культуры и союза художников россии а также множестве частных коллекций в сша европе и азии выставка в ленинском мемориале будет работать до 10 июля ирина антонова новости ульяновской правды согласно прогноз синоптиков предстоящие сутки в ульяновске ожидается небольшое потепление завтра днем столбик термометра поднимется до 27 градусов по цельсию ветер северо-западный 6 метров в секунду магнитное поле спокойные ультрафиолетовый индекс высокий это все новости на сегодня смотрите нас на информационном портале у правда . ру по будням 1850 до завтра в секунду магнитное полетом